Привет! Он злится на тебя? Либо нет? Либо вообще забыл и не вспоминает? Давай вместе спросим у карт. Настраивайся, присаживайся поудобнее и давай смотреть вместе. Поехали! Итак, следующее гадание. Назовём мы это гадание. Он злится на меня или нет? Будем смотреть на этой же тёмной колоде. Рубашка у нас такая. Встречаем по одёжке, провожаем по любви, как говорится. Итак, вопрос с картой. Для того, чтобы было честное гадание, конечно же лучше лично обратиться, но вы это и сами знаете. Но именно вот на этот вопрос вам нужно первую букву человека написать. Он злится на меня? То есть, этот человек, кто у вас там? Сосед, любимый человек, сын, брат, зять. Итак, гадать будем на вопрос, он злится на меня или нет. Начинаем. Написали первую букву имя? Пишите? Либо дядя. Вот кто злится? Как вы считаете, злится он на вас или нет? Дядя, тётя, Вася, батя, батя. Первую букву пишем. Человека лайк обязательно ставим сходу. Поехали! Всё, алтарь готов разговаривать с вами. Всё, написали первую букву, да? Теперь считается, что гадание расклад для вас. Злится ли он? По первой карте сейчас будем смотреть, уже понятно будет. Не забудьте поставить пальчик вверх. Так. Не у меня на себя обман. Карта Луны. Ну, карта такая тёмная, кто знает, да, карту Луны. Злится ли он на тебя? Ну, а она, это отрицательная карта. Нет. У него живёт, либо в нём, правильно сказать, живёт какая-то неуверенность в себе. Неуверенность в себе через обман. То есть, этот человек, если сделать тебе больно, неприятно, потому что он неуверен сам в себе. И вот эта злость его, на самом деле, это самообман. Его обман, самообман. Потому что страх и мечта, то, что мечта не сбудется, она преобладает. Вот у него, в душе у него творится сейчас хаос, непонимание, тревога, выгорание ещё вот сюда подходит. Потому что Луна, она оттягивает энергию, высасывает энергию, да, вот кто на море был, отливы, приливы, понимает, о чём идёт речь. Итак, на вопрос, злится на меня, ответ нет. Но здесь идёт у него, у самого, какое-то несогласие с самим собой. Злится ли он? Опять ответ, что нет. Он очень сильно уважает тебя. Либо, если по-другому сейчас говорить, то успех, его успех, я не знаю, в деньгах, да, даже в интиме, он от него стал уходить. Я про успех. То есть, если он от тебя ушёл, от него успех ушёл. Вот ты это чувствуешь? Вот женщина, она, в принципе, всё чувствует. Вот как ты считаешь, либо чувство есть такое, что от него уходит удача, деньги, он стал выглядеть плохо, хуже без тебя, может где-то алкоголь часто. Вот у него злости нет на тебя. У него, вот по королеве кубков, у него любовь к тебе есть. Да, у него есть сдержанность, сдержанность, воображение в том числе. Он, по карте Луны, где-то даже не спит ночами, потому что он думает, переживает за тебя. Потому что не, как, некачественно, неправильно осуждает тебя. Неправильно осуждает тебя. Потому что он заблуждается в этом. То есть, злости, вот вторая карта, говорит, на тебя нет вообще. Вот у него, как будто, сейчас начинает рождаться, вот это после Луны же приходит рассвет. Вот у него, как будто, начинает идти рассвет, что ты, на самом деле, в его жизни самое лучшее, что может быть вообще было. Вот так я могу это рассуждать по этим картам. Смотрим третью карту. Карта хитрости. Предательство. Ты знаешь, он осознанно понимает, что в твою сторону сделано предательство. Ну, вот как кинул человек, да? А теперь сидит это понимающий понимает. Ну, мы помним, тут карта где-то, карта бездействия. Пока он не решается на какие-то действия. Переезд, да? Переезд – это уход. То есть, вы не вместе. Вот человек уберет и убегает, вот по этой карте, да? Видимо, прям бежит. Смотрим ее дальше. Перевернутую. И он тебя не осуждает? У нас же вопрос, злится ли он тебя. Нет, не злится. У него какой-то есть выговор он тебя сделал, какой-то упрек. И тут больше все равно пересекаются его лень. Его лень бездействия. То есть, тебя он ни в чем не обвиняет. Он, скорее всего, уже идет к тому, где обсуждение сам с собой, как говорится, и обвинение самого себя. Четвертую карту смотрим. Очень интересный у нас расклад. Ох! Тут у нас идет король денег. Вот, помнишь, мы про это уже говорили? Что, как вы с уходом тебя, либо с расставанием, либо что-то непонимание, заблокировало все такое, либо еще до сих пор не виделись. Король денег говорит о том, что ушла удача от него. Именно с деньгами связанная удача. Ум у него хороший, руки золотые и терпеливо с ним есть. Но фортуна удачи, денежную удачу, только у женщины. Там вот, если вопрос, обижается ли он или нет, а там нет, скорее всего, ты уже устала от этой подлости, от фанатизма, от гнева, от непонятного обвинения, либо молчания. Это, скорее всего, уже карты говорят, что ты устала, а не он. Вот в чем вопрос. Понимаете? Добро пожаловать на мой канал. Всем здравствуйте. Личные расклады приветствуются. Пишите в WhatsApp. Там я общаюсь. Злится ли он у тебя? Давай посмотрим еще. Сколько у нас там времени еще у меня есть? У меня сеанс буквально ровно начнется в час, поэтому выше буквально к вам на 30 минут. Смотри, девятка жезлов. Это забор. Человек такой стоит с забором, за забором, у забора. Это его упрямость. Вот знаете, такое выражение, вот напиши, знакомо тебе такое выражение? Упрямый, как баран. Или, что ты смотришь, как баран на новые ворота? Вот знакомо такое, да? Жду, когда напишите. Вот он постоянно от тебя бежит, либо защищается, в том числе вот это заблокировать, да? Знакомо тебе слово-то? Кстати, напиши, знакомо слово заблокировать. Либо давай по-другому. Задам вопрос всем. Вы когда-нибудь блокировали человека? Ну, неважно, да? Любимого, нелюбимого. Вот вы блокировали человека? Вот если я возьму ваш телефон, там есть черный список. Вот зайду, и там они и должны быть. Вот я про это сейчас говорю. Вы блокировали человека? Итак, жду ваших ответов. Но пока рассказываю, что карты говорят. Вопрос у нас, он злится на тебя или нет? Здесь упрямый, как баран. Злости у него по всем картам нет. Злости у него теперь только на себя и на свою упрямость. Вот знаешь, как нет, женщина во всем виновата. Я не виноват. Вижу, что вы по сообщениям пишете, я посмотрел, что да, блокировали. Если вы меня спросите, меня, я тоже блокировал, не переживайте. Это нормально. Зачем тревожить наше, так сказать, спокойствие? И вот, кстати, кого заблокировал этот человек, между прочим. Это тоже он не захотел, чтобы ты рушила его спокойствие. Потому что женщины, они, ну не фантазерки, они хотят романтики. Они хотят любви, они хотят букетов, цветов. Они хотят, чтобы как сказала, так и будет. А мужчина потом немножечко так, эти слова так не воспринимает. Он это воспринимает как обязанность. Потому что там это переходит все, когда вот это вынеси мусор и все такое. Это как он вспоминает маму свою, либо бабушку, которая жестко говорила, вынеси мусор. И они потом начинают, мужчины, видеть вот эту бабушку-маму в вас. А до этого они же влюблялись в другую девушку, которая с бантиками, с платьюшками короткая, с грудями бегает, веселая. Которая и в Макдональдсе рада покушать с ним. Главное, чтобы был бы любимый рядом. А потом начинается другое, жизнь такая, другая начинается. И вот он от этой жизни может убегать. Он, еще раз, вот шестая уже карта говорит, что нет, обиды он на тебя не держит. Напиши, пожалуйста, вот этой новости, вот шесть карт сказали, нет, обиды на тебя не держит. Нет, он на тебя не злится. Есть у него обида на себя, но он пока эту обиду держит в себе. Вот нерешительность признаться самому себе. Вот вы часто к себе признаетесь. А он не может. И вот это испытание, борьба, спор, задача, загадки, вот это в нем сейчас живет. Ну-ка, по алтаре посмотрим по-другому. Ну, по-другому, если перевернуть, то шестая карта говорит о том, что пройдет с ним в любом случае это переутомление, гармония, и мир вашему дому все равно придет, рано или поздно. Поэтому поздравляю. Поздравляю.